Здравствуйте! Сегодня мы приготовим наггетсы, хрустящие снаружи и нежные внутри. Для этого нам понадобится куриная грудка, у меня здесь примерно 500 грамм. Также нам понадобится мука, яйцо и кукурузные хлопья. Еще понадобятся специи и растительное масло для жарки. Итак, для начала нарежем куриную грудку. Мы будем резать вот такими вот небольшими кусочками, то есть как получится. Вот такие должны быть кусочки. Куриную грудинку я порезала, теперь добавляем специи. Беру пол чайной ложечки соли, соли можно меньше или больше, по вашему вкусу. Черный молотый перец, также можно смесь перцев, также по вкусу. И сладкую паприку, где-то пол чайной ложечки, может немножечко больше. Все перемешиваем. Все перемешали, теперь отставляем в сторону. Как я говорила, нам понадобятся еще кукурузные хлопья. Кукурузные хлопья немножечко такие крупные, нам надо их помять. Конечно, можно в блендере их измельчить, но тогда будет ну уж очень мелко. Еще можно вместо кукурузных хлопьев измельчать чипсы. Так же все по вашему желанию. Делаем немножко мелче. Ну вот, смотрите, вот так я помяла их. Теперь берем глубокую емкость. И отправляем сюда наши хлопья. Думаю, достаточно. А также, как я говорила, нам понадобится куриное яйцо. Куриное яйцо солим немножечко. И взбиваем вилочкой. Пока куриное яйцо, я беру одно. Если мне не хватит, я взобью еще одно. Ну вот и все. Смотрите, все ингредиенты мы подготовили. Теперь разогреваем сковородку вместе с растительным маслом. Разогреваем хорошо. И будем жарить наши наггетсы. Сковородку я разогрела вместе с растительным маслом. Смотрите, у меня здесь его довольно много. Теперь берем куриное филе. Обмакиваем сначала в муку. Вот так вот хорошо. Теперь в яйцо. Ну, а затем, конечно же, в хлопья. М-м-м-м, просто супер. И таким образом мы делаем все наши наггетсы. Вот столько у меня наггетсов на сковородочку влезло. Жарим мы наши наггетсы на среднем огне буквально по 2 минутки с каждой стороны. До такой оранжевой корочки. Ну, вот смотрите, наггетсы жарятся очень быстро, как я говорила. Должны стать такие оранжевые. Быстро переворачиваем. Кляр очень классно держится. Смотрите. М-м-м, какие они золотистые. И также обжариваем с другой стороны. Также с другой стороны наши наггеты пожарились. Смотрите, такая оранжевая корочка. Теперь мы их убираем. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее растительное масло. Вот такие чудесные у нас получились наггетсы. Давайте посмотрим, какие они получились внутри. Итак, берем любой. И аккуратненько сверху хрустящая корочка разрезаем. Смотрите, сверху хрустящая корочка, ну, полностью белое мяско внутри. То есть внутри оно готовое. Смотрите, если нажимать, оно такое сочное, мокренькое. А сверху хрустящая корочка. Такие наггеты можно подавать с любым соусом. Я же их люблю с кетчупом. Поверьте, это очень вкусно. Приятного всем аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует...